Девочка-пай Никому не известный человек, который хочет прославиться, но по поводу самого оценок Колчака, это личность историческая, и даже я считаю, что решение 99-го каких-то судов, которые отказали мы в реабилитации, тоже для такой личности, как Колчак, оно вообще ничтожно, потому что оценивают его уже историей, а они там за Байкалом. Прибайкальский, Прибайкальский и любой другой суд, неважно. По поводу самой личности всем это, ну, не буду повторяться по поводу заслуг его как полярного исследователя, как контр-адмирала императорского флота, как верховного правителя, как ученого-географа. Скажу только что, что Антоном Ивановичем Дедикиным, командующим вооруженным силой Юга России, он был абсолютно признан безоговорочно, как, то есть он ему подчинился, хотя бы в борьбу начинали, вроде чисто по-человечески, как бы сейчас рассудили, вроде как начинали они там своего ледяного похода с ничего, да, с Корниловым. И тут появляется там через год колчак, и, короче, сказали бы ему, да вот там вот ты, как бы сейчас сказали, нарисовался. Но его, благодаря вот бесспорному его авторитету, как государственного деятеля, как ученого, как безупречного человека, то есть вооруженной силы Юга России, то есть то белое движение, которое было, подчинилось ему безусловно. То есть человек у современников не вызывал никаких вопросов, вот, а сейчас какие-то там, спустя там сто лет, какие-то деятели, значит, пытаются вот на нем замарать имя и так далее. Поэтому и третье, вообще снос вот эта рознь, которая сеется, да, то есть мне тоже очень не нравится много чего, и в частности памятник Ленину, но я понимаю, что люди там 70 лет этой там истории, и как бы сейчас мы будем биться над сносом, мы как бы будем задевать тех людей, для которых он что-то значит, поэтому, но стоит да стоит, и вот они и стоят, эти два памятника. А та сторона, вот, непонятно, причем не те пожилые люди, которые могли бы что-то там возражать, да, воспитанное, значит, выросшее в расцвете социализма, да, и строительстве коммунизма, а вот это молодое поколение почему-то сейчас поднимает вопрос, но явно не имеющее под собой для них никакой мотивации почвы. Адмирал Колчак, во-первых, был родовой казак по женской линии, то есть вот этот Колчак Паша, который перешел на русскую службу, его там прадед, по-моему, если я не ошибаюсь, меня вот историки лучше знают, помнят, да, это все. Он из донских казаков, то есть женился на донской казачке, и он, ну, как бы, семья уже жила в Петербурге, они потомственные военные, вот, ну, из донских казаков, это первое. Второе, там, с казачеством в свое время вообще все было, много чего связано. И третье, он считается, вот сейчас мы в прошлом году начали отмечать 100 лет войску, это иркутскому казачьему, оно как бы так растянулось, то есть там было несколько кругов, и генерал-майор Оглоблин, он, есть документы, где он Колчаку это представил, учреждение войск, и Колчак это дело, Колчак войск утвердил. Вот 10-го числа, это было в 1919 году, 99 лет, как вот этот был документ подписан о создании иркутского казачьего войска, то есть он, можно считать его одним, так как на Забайкальске, например, казачье войско в 1955 году было учреждено, указом Николая I, так иркутское казачье войско было утверждено недолго, как бы, как наша вот вся эта история, она там продержалась, да, и вот возродилась там в 90-м. А Колчака можно считать, как бы, основателем иркутского казачьего войска и казачества иркутского.